Особое мнение на 101FM Выложим и ВКонтакте оставим ссылочку Так что присоединяйтесь Хотела начать разговор с кирпича Уже со второго Но немножко пойду не по плану Продолжу то, о чем говорили мы за кадром Так скажем, грязь Вы пришли к нам в гости, наткнулись на грязь На улице мы тоже, казалось, ждали бы зимы и белого снега А дождались чего-то другого Почему ведь нам говорят Все теми же словами в городе мы прибираемся Ну я не знаю, честно говоря, эту тему Каждый раз нам рассказывают о каких-то технологиях уборки города О каких-то реагентах, на которые будут переходить Реагенты-то, я думаю, мы как раз с вами и чувствуем, и видим То есть если как брать тот же пример, который ваша коллега Главный редактор рассказала о том, что у собаки болят лапы Потому что она гуляет по этим реагентам То, соответственно, мы эти реагенты и чувствуем Другое дело, что, как бы, ну я считаю, что полноценная приборка Это все-таки не просто рассыпать реагенты А еще и как бы убрать потом всю эту кашу, которая возникает Грязь-то, собственно, она идет от того, что пыль впитывается в эту кашу И если вовремя убирать эту кашу, то, на мой взгляд, будет намного чище Почему это не происходит? Мы это там наблюдаем из года в год Когда есть достаточно благоприятные природные условия Потому что там минус 3, минус 2, минус 1 градуса Это значит снег достаточно рыхлый, сырой И, как бы, его можно убирать В отличие, там, предположим, от ситуации, как если на улице, там, минус 30 Да, то есть когда снег уже сколан и ледяной Вот, почему не убирают? Ну, это вопрос, опять же, я думаю, что есть смысл задавать Нашей городской любимой администрации Ответов, там, сколько каждый год эти вопросы задаются Я не слышал ни одного внятного ответа Ну, могу сказать, что я видел машины Уборочные машины Когда? Полтора месяца назад Когда только первый снежок выпал И вот они там проходили и где-то что-то убирали Сейчас я вижу лишь маленькие трактора, которые убирают тротуары Но сама улица, то есть прежняя часть Она, как была, так и остается у нас кашей И люди, переходя дорогу, там, в эту кашу попадают И потом это все, как бы, разносится Поэтому, ну, что ожидать? Ожидать, наверное, только можно то, что, там, если эта погода сохранится примерно так, да То есть, а если, там, судить по прогнозу, она примерно такая и будет Что все-таки эта чача утечет куда-нибудь, жижа эта утечет И мы опять получим сухую пыль Вот Грязь-то, она в основном ведь от песка Я просто помню, Шульгин еще заявлял, да Сколько лет прошло о том, что они песок меняют на Бионорд Потом я писала, помню, новогоднюю какую-то новость Что на Бионорд не переходят, потому что запасли слишком много песка И неизвестно, на сколько лет хватит Но, слушайте, уже года два прошло Уже вроде должен был закончиться Ну, не знаю, я бы, наверное, не согласился, что это песок Мне все-таки кажется, что это пыль Потому что, там, мы сейчас говорим о грязи, которая сейчас видна на снегу Да, там, но забываем говорить о том, что, собственно, город от пыли-то не чистился с осени Если не с лета Да, то есть вот эта пыль, она вся накапливается, накапливается Сейчас она вот как бы смешалась с снегом Тут и песка не надо Тут пыли-то столько, что, как бы, хватает для того, чтобы все это топилось Поэтому мне кажется, что это все-таки не песок, а пыль Но, может быть, я и ошибаюсь Сильно не разглядывал, но просто я, там, помню еще, там, те же месяцы назад Когда было достаточно сухо, да, там, когда все машины были грязные Именно от пыли И, собственно, там, над городом стоял смог именно пылевой Поэтому, там, и никто, кстати, не прибирался Там тоже, наверное, нужно отметить Поэтому, там, ну, в очередной раз у нас есть возможность констатировать Что, там, наши городские службы, как бы, не выполняют свою работу по уборке города Посмотрим, как пройдет лето Ну, зима, прошу прощения, да, то есть Что он нам будет ожидать Или же, там, нам опять в начале декабря заявят Что весь план по деньгам, по освоению денег на уборку города освоен И поэтому... Ну, в прошлый раз ледяными дождями объясняли Нинчо, интересно, чем можно будет это объяснить Ну, в прошлый раз, в прошлом году, вот, насколько я помню В прошлом, по-моему, или позапрошлом В прошлом в конце года заявили, что, собственно, все деньги-то израсходов Ну, да, так сильно, вот, боролись с этим льдом А, все, там, снегаты начались уже после Нового года Вот, ну, перейдем к другой теме Вот, как раз про кирпич, да, который прилетел в правительство уже во второй раз Вот, хочу просто вас спросить, как это вообще расценить можно? Это вандализм от скуки, потому что у нас тут что-то сейчас ничего не происходит Нас никуда не отпускают Или это уже какая-то тенденция немного пугающая? Ну, я думаю, что, как бы, это, с одной стороны, там, хулиганство С другой стороны, пугающая тенденция Потому что уж больно, рьяно, уж, простите, и ваши адресы, там, в том числе, там Эту тему раскручивают наши СМИ То есть люди понимают, что, там, благодаря этому можно становиться, там, достаточно популярным Вот, и если первый, там, он был явно выведен на то, чтобы, как бы, показать своеобразное, там, ну, грубо говоря, хайпануть, да, там, товарищ Я не думаю, что он, как бы, преследовал больше в мире цель, там, ту, которую он обозначивал, да, там Больше в мире это такое желание заработать определенные общественные баллы Там, дай бог, если это, там, его собственная инициатива И не дай бог, если это, там, процесс управляем кем-то Потому что, там, второй случай Ну, еще больше подчеркивают, что это хулиганские методы А второй-то, да, он какой-то вообще непонятный Тут уже и ни требований, и ни просьб, и ничего Ну, это вот как раз, там, та хайповая волна, которая, собственно, начинает захлестывать Может ли это как-то дальше во что-то вырасти? К сожалению, там, ну, спрогнозировать подобное практически невозможно Я там не удивлюсь, если, ну, это может оказаться не, там, здание правительства Это может, там, не знаю, оказаться третье здание, второе здание правительства Пятое здание правительства, машина, там, чиновника Или просто какой-то хулиганский выпад, городская администрация То есть, ну, благо, что государственных учреждений и имущества по городу достаточно много И поэтому, там, подобные тенденции, к сожалению, могут повторяться Если вот этому будет столько же шума, сколько было и в первый раз Вопрос возникает, ну, да, там, человек похулиганил Его привлекли, там, к ответственности, к административной Сейчас, насколько я понимаю, он попадет на достаточно серьезную сумму С точки зрения компенсации того, что, там, он сотворил Но вопрос и так и остался нерешенный по поводу дороги Обещали за две недели сделать, не отслеживали, кстати Мы же с вами понимаем, что то, что начнут делать сейчас в условиях этой погоды Да, там, точно до весны не дотянет, не доживет И поэтому, как бы, ну, если, как говорится, человек готов был, там, рискнуть своим бюджетом Для того, чтобы получить дорогу, которая весной растает раньше, чем снег Надо было, ну, может, где-то весной тогда рисковать-то, да, а не под зиму Странно, что, как бы, это оказалось правительство, а не городская администрация Ведь, собственно, как бы, там, насколько я понимаю, деревня-то в городской черте находится А это вообще Чепецкий район А, Чепецкий район, ну, тогда, там, почему это не Чепецкая администрация, да, то есть Вот, то есть вопросы включения в план дорог, они все-таки относятся к компетенции органов, там, самоуправления А уж, там, область выделяет деньги в соответствии с этими планами, да, поэтому Там, там, этот вопрос, наверное, все-таки не по адресу И, опять же, это лишний раз подчеркиваю, что задача-то была не столько решить вопрос Сколько создать определенный хайп на эту тему Что, что получилось, кстати Ну, вот, допустим, первый, да, случай был, там, хайп на тему случился Второй, еще, еще что-то может произойти Вот это можно связать с какой-то, я не знаю, ситуацией вообще в регионе Ну, вот, допустим, вчерашняя новость 17% кировчан получают меньше 15 тысяч рублей Ну, это же они не вчера получают, да, то есть это там, как бы Мы уже, по-моему, настолько смирились, что мы по уровню жизни находимся внизу всех регионов России Что, как бы, ну, там, по этому поводу уже, мне кажется, там, хайпануть достаточно тяжело Ну, это, там, факты Нет, я не про хайпануть, я про общее состояние людей Вот, ну, я имею в виду, что на этом фоне, да, то есть провести вот эту, там, политическую акцию С целью обозначить, что мы живем здесь достаточно плохо То есть это не тренд и не тема, там, вчерашнего или сегодняшнего дня Это, там, озлобленность, которая копится, нет Ну, этот год, он специфичный, да, с точки зрения общественных настроений С точки зрения, там, адекватности, неадекватности действий, да, там На мой взгляд, там, ну, понятно, виной всему Все, что, там, носит название, связано с понятием пандемия Вот, а виновниками, ну, я все-таки вижу в первую очередь Виновники, это, там, власти федеральной, в первую очередь власти, да Которые, собственно, там, начали стратегию запугивания людей, да И, как бы, тем самым под вот эту стратегию, ну, не сделали ничего, чтобы людей поддержать, да То есть, вот, как бы это все и привело к тому, что большинство чувствует себя все-таки В большей мере потерявшимися, да, там, я уж не говорю запуганными, да Потерявшимися, да, то есть, и с точки зрения того, кому верить, кому не верить И с точки зрения тех финансовых потерь, которые они понесли в течение года Я думаю, что, наверное, все понесли По крайней мере, в Кировской области предполагаю, что понесли все финансовые потери, да Раз уж о короне заговорили вы и о том, как власть себя, да, ведет А вообще интересно, какую бы оценку вы поставили власти вот за борьбу, так скажем, с ковидом Ну, я давайте начну, наверное, с того, что мне очень понравилось Когда вчера руководитель Федерального Роспотребнадзора Попова Наконец-то официально озвучила, что, в принципе, весь ковид, то, о чем мы изначально говорили Это сезонное заболевание, которое, собственно, приравнено, там, к гриппу Да, это не нечто неординарное И отсюда, соответственно, вытекающие разговоры Не разговоры, а вытекающие оценки, которые могут быть, да То есть, ну, что сделала федеральная власть? Федеральная власть людей запугала Федеральная власть показала свое нежелание заниматься вопросами, связанными с регулированием развития пандемии в России И заниматься вопросами поддержки Вот, ну, и, как бы, федеральная власть, в принципе, там, занималась своими делами Ну, а сразу вот примеры каких-то нежеланий, вот это чем было показано? Ну, а сам факт того, что вся ответственность была перенесена на региональные власти Меры поддержки, которые, собственно, необходимы были людям и сейчас необходимы, да Они оказались более чем половинчатыми То есть, очень важно понимать, что в условиях, когда вот существует такая схема формирования бюджетов Когда большую часть доходов регион отправляет в федерацию Там, да, этот вопрос можно было решить очень легко, да, то есть уменьшить долю, предположим, перечисления в федерацию Увеличить долю в регионах И тогда, передавая ответственность в регионы, фактически передавали бы ее с деньгами А ситуация получилась, как бы, в точности наоборот, да, то есть крайними оказались региональные власти Ну, ведь нам говорят о каких-то выделениях там средств Ну, мы же понимаем, что это, собственно, копейки в масштабе тех задач, которые надо решать с точки зрения организации борьбы с пандемией и поддержки населения Да, то есть это, как бы, ситуации, там, копеечных расходов, доходов, дополнительных доходов для бюджета регионального Поэтому там, ну, федеральной власти я бы поставил там отрицательный балл вообще Что касается региональных, да, у нас много примеров того, кто как из глав регионов реагировал Там есть пример супер жесткости Москвы, есть примеры абсолютной пассивности других регионов Кировская область, ну, мы вообще уникальны тем, что мы, как бы, у нас ни за что ни ругать, ни хвалить власть То есть она вроде бы есть, а вроде бы ее нет Может быть, как бы, это и неплохо, с одной стороны Знаете, как на футболе говорят, что идеальный судья, это судья, которого не видно на поле, да, то есть Но здесь власть все-таки это не судья, а это игрок И поэтому, как бы, наверное, хотелось бы видеть, но не меры ограничительные И опять же, плюсом, там, губернатору и правительству, наверное, следует сказать, что мы не пошли, по примеру, там, Собянина Потому что многие из тех ограничений, которые вводились, они, там, до сих пор мне непонятны Там, какая связь вируса ковид, например, с работой учреждений после 11 часов, да, то есть до 11 ковид ведет, вирус ведет себя по одному сценарию А после 11 он себя ведет по другому сценарию, да, или как, в чем логика Но эти ограничения, кстати, у нас тут взяли Вот это единственное, да, что у нас есть Вот, но слава богу, что вот эти все пропуска, вот эта вся, там, прочая байда по поводу, там, отмены льготных проездов и так далее, там, что мы не пошли по этому пути Но, с другой стороны, люди ожидали все-таки, и ожидают от региональной власти поддержки То есть, понятно, что поддержки уже не столько в обеспечении медицинском А поддержки именно, вот, с точки зрения каких-то, предположим, дополнительных, ну, не знаю Ну, может быть, выплат, да, может быть, там, каких-то, там, социальных цен в магазине, там, каких-то отсрочек по коммунальным услугам и так далее, да То есть, то, что, собственно, ну, в состоянии может сделать региональная власть Поэтому, если говорить, предположим, о региональной власти, то я бы поставил оценочку двойку Ну, подождите, нет, двойка, это совсем плохо, а вы только что не так уж и ругали Ну, как бы, мы, в данном случае, еще раз говорю, мы оказались в ситуации, когда, собственно, ничего особо не произошло Да, то есть, власть никак не среагировала, региональная власть, да, то есть, с одной стороны, она не среагировала, это хорошо То, что не ввела ограничения, да, там, разумно к этим относилась С другой стороны, как бы, ну, не ввела, но что-то-то должно было происходить Потому что, когда, там, сегодня разговариваешь с чиновниками, и они говорят о том, что, там, ну, как, у нас же нет денег У меня возникает вопрос, а куда деньги делись? Ведь есть бюджет, который принимали в том году В этом бюджете было заложено громаднейшее количество мероприятий с финансированием, да, которые были отменены То есть, как бы, расходы уменьшены Разговоры о том, что, как бы, ну, как, вот тут же, вот эти самые предприниматели, там, так предпринимателям ведь не отменили налоги, им дали отсрочку Говорить о том, что у нас нет денег, ну, это, как бы, по крайней мере, странно Вот, поэтому двойка Что касается местных властей, да, там, ну, на примере, ну, наверное, городской нашей администрации И ряде других муниципальных администраций, с которыми мне приходилось, там, сталкиваться Ну, там, как бы, я бы вообще их не оценил, потому что, там, они уж точно никакой самостоятельности не проявляли Инициативы не проявляли, все ограничения, которые приходили отсюда, там, принимались Но в то же время, там, по ряду районов, знаю замечательную ситуацию, когда, там, с одной стороны, объявляются ограничения А с другой стороны, проводятся с самой же администрацией, там, публичные мероприятия, невзирая ни на что Да, то есть, там, когда мы говорим о том, что мы, там, готовы приехать, пообщаться, поработать, там, и так далее Нам говорят, нет-нет-нет, ограничения, а потом тут же читаешь где-нибудь, там, в Фейсбуке или в новостях А вот, там, честовали тех-то, или, там, проводили совещания для тех-то Возникают вопросы, как бы, ну, двойные стандарты, ну, ладно, там, как бы, это ваше право Вот, поэтому, там, я бы, честно говоря, их вообще не оценил, потому что, ну, сказать, что кто-то что-то сделал хорошо Или кто-то что-то сделал плохо, ну, точно не сделал И, на мой взгляд, вот эта позиция, она никоим образом не повлияла на распространение пандемии в этих территориях А вот эта вот история с тем, что мы теперь все в масках, это чья заслуга? Или не заслуга, или это мы сами, наконец-то, головой к этому пришли? А головой-то пришли к чему? Ведь, опять же, вот, Мария, давайте будем рассказать Если ковид, да, там, нашей главой Роспотребнадзора приравнен к гриппу То дальше, собственно, мы понимаем, что, собственно, эти требования, они должны были быть всегда А те, кто, как бы, ну, более такой образованный, да, там, он эти маски и так носил Сезонные периоды Все остальное, ну, опять же, насколько мы осознанно понимаем, что мы делаем Это вот, опять же, там, после одного из эфиров, да, там мы очень долго с одним моим знакомым На эту тему спорили относительно того, что такое маска, да, то есть маска это самоуспокоение Или же это, там, просто, там, тренд, или же боязнь чего-то, или же все-таки действительно средство профилактики, да Если это средство профилактики, профилактики от чего? То есть люди, которые носят маски по улице, там, точно, как бы, ничего не профилактируют И точно понятно, что, там, они не понимают, зачем они это носят Люди, которые одевают маски в общественном транспорте, ну, на мой взгляд, это просто законопослушные граждане Да, то есть, они, как бы, просто, это самое Вот, поэтому, там, ну, это, там, определенная Ох, боюсь опять навлечь критику, это определенный тренд Тренд этого сезона – ношение масок Да, то есть вы, соответственно, вот люди носят маски Я думаю, что, там, как только сейчас показатели поползут вниз Люди все меньше и меньше будут носить маски, как это было после первой волны, да А если дальше всплеск не будут выявлять, то, как бы, он уйдет В общем, ни то, ни другое никто нас не заставил И сами мы, в общем-то, ни о чем не заботимся, а просто модничаем Правильно я вас услышал? Ну, не столько, ну, можно сказать, наверное, и так Потому что, ну, опять же, да, то есть, ведь, смотрите, разговоры о маске, они автоматически ведут за собой другие разговоры Разговоры о том, а как правильно ее использовать, как правильно носить Там, нам сказали, там, нужно менять каждые два часа Все, вот это единственное, что люди знают Вы знаете, как правильно маску носить? Вот у вас маска, она соответствует всем требованиям? Я не знаю, я в аптеке покупала, казалось бы, должна Ну, как бы, опять же, да, там, знаете, чем синяя сторона от белой отличается? И когда, какую сторону она носить? Вряд ли Вот, и поэтому, как бы, кроме того, что надо носить маску, как, такой, знаете, рекламный посыл, да Там, люди в большинстве с вами просто не задумываются о том, зачем они ее носят Вот и все Потому что одно дело, когда маску носит человек, который имеет симптомы Или, там, контактный, или, там, не знаю, кашля Другое дело, когда маску носит здоровый человек Это два разных состояния и два разных подхода к тому, как маски одевать Но здесь упор весь на то, что можно, там, болеть и не знать об этом Ну, не хочется быть вирусологом Это просто вот такие жизненные советы Я бы дал два совета не заниматься самолечением И, как бы, просто себя постоянно сканировать на предмет своего состояния Если есть какие-то изменения в дыхании, в сердцебиении, там, в самочувствии, да Там, сразу пытаться получать медицинскую помощь Вот, как бы, вот это все На этой полезной ноте мы сходим на рекламу и вернемся через полторы минуты Продолжается программа «Особое мнение» Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова А напротив меня вице-спикер 5-го САЗ ВОЗС Михаил Курашин Михаил, еще один вопрос, я уже начала, подняла его Все-таки хочу немножко еще углубиться Вот по поводу той новости 17% кировчан, да, которые получают меньше 15 тысяч рублей Ну, просто коротко Вот это вот, что говорит о нас, о людях, да, которые в Кировской области живут И, может быть, в целом о регионе Ну, это говорит только то, что говорят все давно и всегда Что у нас нищий регион Это тема не новая Это нищий регион или это о том, что мы не очень заботимся о своей пенсии И готовы работать, не знаю, на серые зарплаты Вот, чего здесь больше в этих цифрах? Здесь больше того, что это нищий регион Нищая экономика, которая, как бы, экономит на всем Да, там, в том числе и создавая серый и черный сектор Потому что, как бы, ну, доходы большинства наших предпринимателей Крайне малы для того, чтобы работать легально И это там, ну, это факт Да, тем более, там, ситуация, опять же, этого года Когда загнали большинство бизнеса в просто невыносимые условия Это население, которое понимает, что рабочих мест не так много И поэтому соглашается на любую работу на любых условиях Вот совокупность, как бы, всего этого, да, то есть И формирует это представление Еще коротко, у нас просто всего остается меньше 15 минут Тоже коротко, но удивительно, что самая жаркая тема сейчас Это не кирпичи, даже не политика Это новогоднее оформление города Кирова Все зацепились за 23 миллиона, да, которые хотят в этом году потратить Людей, но, в общем-то, даже, наверное, не цифры людей в первую очередь волнует А другое то, что зачем вообще тратить Казалось бы, нам никуда нельзя, нам нужно сидеть дома Мы выбираем, где отметить Новый год на кухне или там в гостиной, да И при этом какой-то нам праздник хотят создать Кому он нужен? Вот вы согласитесь с этим или нет? Я помню, ровно год назад Я тоже комментировал эту тему Там была, сейчас уже просто не вспомню цифру Которую говорила, озвучила городская администрация На оформление, опять же, города к Новому году Там примерно столько же было, 24, что Вот, я тогда говорил, еще раз говорю Я считаю, что мы должны, город должен оформить город Подготовить город к новогодним праздникам Вот, кто бы, что бы ни говорил Вот, но все, кто даже критикует эти вещи Наверняка, там, более чем уверен Посетят и театральную площадь, и парки И все, что, где есть возможность прогуляться Отдохнуть с семьей, возможность развлечения для детей То есть, нельзя оставлять город, не оформлен Неважно, там, коронавирус или что-то другое Так, ну, еще раз Коронавирус на улице, поверьте, не страшен Вот нужно просто это понять Вот мы не вирусологи, к сожалению Не могу с вами спорить Поэтому, ну, как бы у нас нет примеров Там, не знаю, чтобы массово люди заболели После посещения, там, не знаю, футбольного матча Вот у нас идут, чемпионат, да, там, России Там пускают 30 процентов А теперь вообще запретили пускать Вот, нет, в Москве-то ветерок решили А, ну, в Кирилле точно Как бы, там нет вспышек, да То есть, люди должны находиться на улице И об этом та же госпожа Попова Руководитель Федерального Роспотребнадзора Говорила еще, там, по-моему, полтора месяца назад Вот, допустим, Екатеринбург, они отказались от горок Потому что, ну, правда, горки, особенно вот на театралке Это же всегда очередь, да Это какая-то толкучка Еще раз, прогулки по улице Всегда Опять же, профилактика любых респираторных заболеваний И гриппа, да Строится на том, что нужно как можно больше гулять Дышать воздухом Свежим, морозным Пусть это даже очередь на горку Да без разницы воздухом Там же, ну, не будут вам плевать в нос, в рот и так далее Да, то есть, там, кто-то будет, да, чихать Но, там, этот процент не столь большой В основном, все-таки, это профилактика На свежем воздухе нужно находиться И поэтому, там, парки, скверы, площади нужно оформлять Опять же, вопрос, конечно, там Я не настолько разбирался в смете этого проекта Да, много 23 миллиона лимана Потому что мы, там, последние 3-4 года покупаем, там, лед в Тюмени Или где, там, мы его, или снег Говорят, нынче будет меньше льда и больше леса На театральной площади Вот, ну, лишь бы это не было так, как это было, когда В позатом, по-моему, году, когда сделали горки из пластика Что они даже, там, вот, в 2-3, в 2-5 градусов, минус, да Там, они просто не катились, потому что это пластик То есть, как бы, все равно какая-то экономия-то должна быть разумной То есть, вопрос стоимости, да Но, опять же, насколько я слышал о том, что 23 миллиона Это ведь не только театральная площадь, это еще какие-то отдельные площадки Ну да, это будут сделаны Парки, городские Поэтому, там, я считаю, что город надо готовить Должны быть созданы множество таких мест Ради бога, делайте меньше, предположим, объектов За счет этого люди будут, расстояние между людьми будет больше, да Чтобы не было толкучки Сделайте не одну горку, сделайте три Да, там, и очереди будут меньше Ну, там, вот, по прошлому году, по позапрошлому я знаю, что В принципе, начиная, там, со 2 января Но я не скажу, что, вот, на нашей площади была толкучка Да, то есть, люди гуляют, особенно, там, с утра, с детьми Там, всем места хватает, все достаточно спокойно Там столпотворение, это, собственно, в сам Новый год А дальше-то, там, как бы, ну, такой, достаточно спокойный процесс Который точно не должен повлиять на вспышку, там, заболеваемости То есть, он, как бы, выдержан с точки санитарно-эпидемиологических норм, может быть Вот, поэтому, вот, моя позиция такая, что это надо делать Перейду к политике, все-таки, хоть и радости в ваших глазах на этот счет нет Постепенно Справедливая Россия предложила сократить платные должности в ОЗС Вот, буквально вчера вечером пришел релиз Сейчас восемь таких ставок Предлагают ставить только три, спикер и два заместителя Это, видимо, продолжение темы, как они объясняют с сокращением депутатов Сократили депутаты, давайте теперь сократим расходы Пишут, что сэкономят таким образом 6 миллионов рублей в год Или 30 миллионов рублей за созыв Образовавшуюся экономию Вот вы, почему-то, а почему вы смеетесь-то уже? Я даже не буду продолжать Ну, на самом деле, как бы, я Отвечу так, да, то есть вот Я был как раз в том созыве, когда количество заместителей было увеличено И... Четыре там было, да? Да, и это как раз создало возможность быть представителями Заместителями представителей всех партий Всех фракций Поверьте, что с точки зрения того, чтобы вот работать в формате подготовки решений Обсуждения решений, это очень правильно То есть все имели возможность общаться Да, там, получалось, ну, далеко не все Договаривались далеко не всегда Там, там, Единая Россия, действительно, там, где-то что-то она жестко продавливала Но в том числе и о многом договаривались То есть вы это к чему? К тому, что если делать, то либо всех бесплатно Либо там четыре платных Если оппозиционные партии хотят сохранить свое участие, свое влияние И работоспособность в ЗАГС собрании Необходимо говорить, наоборот, о том, чтобы были всегда там Оплачиваемые места для представителей оппозиционных партий То есть для оппозиционной партии такое предложение немножко странным вам кажется Ну, в таком виде оно звучит чисто популистски, да, там, тем более, там, когда начинают Приводить такие суммы, там, как 6 миллионов, 30 миллионов, да, там Ну, там, это не та сумма, которая спасет Кировскую область, точно А там, говорить о том, что вот за эти деньги лучше бы сделать, там, да, наверное, лучше Но, с другой стороны, так, ну, давайте мы тогда вообще распустим ЗАГС собрания И, в принципе, там, оставим, грубо говоря, там, 5 человек, которые будут принимать законы и все А все деньги будем направлять, там, на какие-то другие нужды Но, там, та же справедливая Россия и та же, там, коммунисты, они же хотят своего присутствия в законодательном собрании А почему эти должности оплачиваемые должны быть? Пусть они все 4 будут Потому что это работа ежедневная Вот, опять же, по своему опыту могу сказать, что мы, там, действительно, каждый день встречались Мы каждый день обсуждали, там, вопросы, которые выносились на пленарное заседание, там, они предварительно все обсуждались Чтобы было понятно, что, там, не с кондачка, а вот депутаты пришли, им дали список законов Нет, это же все законы необходимо прочитать, необходимо изучить, необходимо выработать позицию Необходимо эту позицию, там, обсудить на уровне всех партий, которые существуют Ну, вот Анатолий Чурин у нас в эфире сказал, что депутаты, чтобы депутаты нормально работали, на них не надо экономить Вот об этом же вы, да? Ну, на них не надо экономить, там, естественно, находясь в какой-то разумности Но экономить не надо, да, там, потому что, ну, еще раз говорю, там, в противном случае тогда все очень просто Давайте мы оставим, там, председателя и двух заместителей на всю Кировскую область, которые будут принимать законы Все, там, как бы, и в подтверждение этому это как раз вот то, что, там, слабость позиций сегодняшних представителей оппозиции в ЗАГС-собрании, да, там Она привык к тому, что, ну, вот я, честно говоря, не вижу ни одного решения, которое оппозиции удалось бы пробить А это, там, главная роль оппозиции в представительном органе, да, то есть какие-то свои интересы То есть шуметь о том, что нас не слышат и, как бы, мы не согласны с тем-то, это все, конечно, хорошо Но какие-то и свои решения должны быть А откуда тогда вот такое вот вообще, такая инициатива могла появиться? С 21-го года начинается избирательный цикл, который будет включать свои выборы в Госдуму, в ЗАГС-собрание и так далее и тому подобное Ну, она все равно должна ведь быть как-то себе-то удобной, а инициатива, которая неудобна для тебя, и вдруг появляется тогда зачем? Ну, еще раз, сейчас идет обсуждение бюджета, да, то есть вот как бы, не понимая, где взять доходы, естественно, там автоматически возникает вопрос, как сократить расходы И вот как бы, там, я считаю, что это, там, такой первый видимый вариант, который бывает всегда, там, давайте попробуем сократить на себе Ну, там, я считаю, что подобная инициатива говорит лишь о том, что, ну, наверное, не совсем продумали ее, уважаемые мои коллеги СССР Вот, с точки зрения просчета, какие последствия и какие задачи ставит перед собой справедливая Россия в избирательный цикл и в следующем составе А то есть для оппозиции, я услышала, такая вещь не принесет, скорее всего, никакой пользы, больше негатива, а в целом? Она лишится просто последних инструментов взаимодействия и возможности продвижения своих каких-то предложений А в целом для ОЗС это ничего, да? Или это тоже больше негатив, чем польза? Ну, еще раз, вот, опять же, мы, я считаю, да, там, вот, своими, да, то есть мы...